Девушки отдыхают Девушки отдыхают Локолайф, Пеняев, Технезиан торгуют лицами на мероприятия Фонбет Кубка России Свой отпуск, неоплачиваемый Локолайф, Пеняев, Технезиан торгуют лицами на мероприятиях Локолайф, Пеняев, Технезиан, Железо Локолайф, Пеняев, Медведев, Железо Без друга, ты правоногий? Я правоногий Не, фото в центре слева Правых защитников нет Правоногий поэтому Правая в центре, она подмелешь Будешь первой пятерки и школу менять тогда Сергей Сергеевич Сказали бы, по тебе не можно Нет, ты будешь ли я наоборот Пойдемте Андрей, пожалуйста В следующая весна до сегодня 16 декабря И это наш 3-го флэда Кубка России Локомотив Москва Найр Технезиан Номер 71 Первый Из его телеграм-канала Я легенда Как попасть из футбола в блогеры И обратно вернуться в профессиональный футбол Самый молодой дебютант Национальной сборной России Футбольный клуб Локомотив Москва Сергей Пеняев Лучший бомбардир ФНЛ 21-22 года Лучший бомбардир Максимов Номер 90 Представитель легендарной династии И команды Спартак Москва Квинси Продались Вот он появляется Прямо здесь На поле Потому что мы переходим К тренерскому штабу Пути РП Честно говоря Информация Об этой герцоге Собираем Покрубиться В головной услуг Может и в лоб дать Двукратный чемпион Обладатель Кубка И Суперкубка страны Сергей Овчинников Ну что ж друзья Давайте громкими аплодисментами Поприветствуем Наши сборные Пути Регионов Пути РП И тренерский штаб Подшебякина Сергея Коносева Яна скажи Было ли какое-то напутствие От тренерского штаба И той другой команды Для участников Первого челленджа Ну а давай мы спросим Я лично Эту напутствие Я не слышала Я думаю Что если сейчас Наши тренеры Произнесу Красный мяч Ой-ой-ой-ой Бой 15 икс 2 Посмотри Посмотри Указ Осломалась Таблич Работный Стрелянный боец Уже Принимал участие В матче звезд В прошлом году Там были Обещаны Рабоны Вам знаком Такой термин Костя Рабоны Рабона Да Домашняя Рабона Многие ее Выполняют Когда Приходят Со школы Сергей Пьян Пеняем Домашняя Рабона Бам Лима Серега Всколокова Отправил мяч Сейчас его там Будет изучать Ребята Которые работают Следующая попытка Пеняем Еще одна Рабона Еще Сереж Может капельку Фантазии Добавим В удар Или будем Так Долбить Одной Рабоной Боже мой Что Задумать Вау Разбег 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 Уголок В углу Установлена пушка Все очень просто Нужно красиво Принять мяч И в касание Либо в дуай Обработать И направить мяч В одну из Прекрасных Этих отверстий Конструктивных Это далеко Мы рады, что гол состоялся, правда, это не по правилам. Наиртик Дизян, локомотив номер 71. Давай еще раз спрошу ответить. Готовы? И так надо отвечать. Ладно, давай, погнали. Футболист с локомотива на поле и здесь рядом с одной действующим футболист. Ха-ха! Хорош! Сережа, подожди, подожди, давай пооцениваем. Краснодарский край, Максим Викторович Филоненко. Это наши 11 преподавателей, как вы. Замечательно на самом деле. Переполняем. Я всех поздравляю. Я не завтракал с победой коллеги. Я привык к этому, поэтому где-то силенок не хватает, но ничего страшного. Ну не надо жаловаться. Тут, как говорится, можно не завтракать, но в футбол играть хорошо. Во-первых, 10 номер. У Пеняева вообще-то 9, да? У тебя 10. Далее. Рост. Такой же, как у Мисси. И еще левоноги, как Мисси. Тебе вообще приятно такое сравнение? Очень. Ладно, как тебе челленджи? Почему у тебя сегодня не получилось? Мы сильно тебя надеялись. Уже ходил на Матч ТВ, обрадовался за всю команду. Но видишь, перевернули интриги, поэтому 2-1 победили в челленджи. Поэтому настроение хорошее. У тебя ребята из пути регионов, из медиа футбол? Мы отлично со всеми знакомыми познакомились, общаемся, весело проводить время в наш отпуск. В наш отпуск. Кстати, сегодня настолько крутое мероприятие, что Сережа приехал аж к нам из Дубая. Ого! Дамы и господа, это была Яна Ромашкина и Леонель Пеняев. Вратарь Тимофей Митров, Локомотив Москва. И лучший ассистент, и лучший игрок НФЛ этого сезона. Алексей Патраков, Локомотив Москва. Парни, поздравляю вас с наградами. Расскажите, какие у вас эмоции такое событие. Сначала легенды вышли, поиграли, потом вас наградили. Расскажите, как вам впечатление? Спасибо за поздравления. Такое очень масштабное событие. И спасибо, конечно же, РФС за то, что это все организовали. Очень интересно посмотреть и провести вот так вот время. Мне тоже очень приятно. Но, в свою очередь, я хочу поблагодарить всю команду. Без них мы не получили этих наград. Тренерский штаб. Мы провели очень хороший сезон и по праву выиграли. Скажите, а в чем вам комфортнее? Во фраках, костюмах или в футбольной форме? Непринципиально. Мне костюм очень понравился. А какие планы на следующий сезон? Ну, сначала нужно к нему подготовиться, съездить на сборы. Ну и, конечно же, только первое место задачи. Присоединяюсь с вами, Теофей. Никита, поздравляю тебя с наградой. Давай вспомним, как прошел сезон. Поделись впечатлениями о лучшей игре какой-нибудь. Что было самым ярким за весь сезон? Может вспомнишь какие-то особые моменты? Ну, сезон был хороший. Мы начали хорошо, но потом как-то немного сбавили. Ну, запоминающий момент, это, наверное, пентатрик ворота ФШМ. Наверное, это было такое нормальное событие для меня. Никита, каково стать лучшим бомбардиром? Не знаю, ну, я бы не стал лучшим бомбардиром, если бы не моя команда. Я благодарен своей команде и без нее бы я это не получил. Как тебе дизайн статуэтки? Отлично, мне нравится очень. Хороший дизайн. Поставишь ее на полку? Да. Медведев, Дегнезян, Маляров, Гривцов, Ишков и Пеняев. На таком маленьком поле. 5 на 5 игра. Вопросы, наверное, сомняты. Кому комфортно? Сейчас момент. Возможно, мы увидим первый гол. Короче говоря, вот кому будет проще. Ооо, Галешник за 1-0. Забила команда в пути РПЛ. Сейчас на поле вышла у пути РПЛ та пятерка, которая забила гол. И посмотри, кто играет в нападение, пожалуйста. У меня здесь еще и медведев футболисты же есть, с которыми мы сегодня почему-то не разговаривали. Привет. Как дела? Это грустнее. Смотри, вы проигрываете, к сожалению. Ого, три богатыря. Они чуть-чуть, как будто в Третьяковку сходили. Шедевр. Шедевр. Вот. Это что? Это тебя так плохо кормят, Наид, дома? Актерские... Наид, где нога? Наид. Актерские аппетиты. Никит, что чувствует вратарь, который пропустил между ног? Чувствует, что ему мешает какой-то человек. Все, убегаю. Убегаю. Друзья мои, давайте поддержим. Никит пропустил. Ну ладно, на радость нам. Не пора ли выпускать вот этих двух сетболистов? Насколько сложно вот так вот играть пять на них? Или это вообще изи? Весело, как манежный. Ну слушай, ты волнуешься? Тебе важно победить? Или это так? Победи всегда важно. Победи всегда важно. Конечно важно. И это все, друзья, заканчивается вот этим голым неровным. Земли манерик меня дополнит все равно. Спасибо огромное. И пусть случайно твое имя вслух произнесет. Весело, что ты знал. Ах, в целом, вот сюда и фонари. Против для меня приду. Посилей. Вот тихо я! Прощай, вон на меня, тебя не мог. Приветствую! Прощай! У нас есть видео! А дети еще не видели момент, да? Они еще не видели момент, где в лицо в дьем попало. Молодчай. Поэтому берут автографы. Не берите, парни! После сегодняшнего выступления можно заказать. Последний автограф, берите и расход. В это время мы нашли время. Можно, пожалуйста? Да, сейчас. Всё, давай, пока. Матча ОНВН Кубка России. Не пропустите! Всё? Я не умею, я не умею, видос включать. Видос вот так. А там видео есть. Завтра идёшь к нам? Обязательно. Уже договорились. Всё, спасибо большое. Обязательно приду. Хорошие песни. Мы не сфоткали с тобой? Я не понимаю, почему мой микрофон гуляет по символу хомотивов. Скажи, пожалуйста, какая привычная? Как тебе по ту сторону сидеть, оценивать? Честно, в какой-то момент уже стало немножечко скучно, потому что мы вроде смотрим, но как-то никак не задействованы. После того, как мы показывали таблички лайк-дизлайк, после этого ничего не делали уже. Вы разговаривали с кем-то, сидели в жюри, с девочками, может быть? Нет, с Быстром очень много обсуждали, какие у нас кривоногие футболисты есть. Некоторые, простите, я никого не хочу обидеть, просто такое, что не умеет принимать. Здравствуйте. Получается, вы немножко сегодня токсик? Я нет, это Владимир Быстром сегодня токсик. А в целом, как и обычно. Спасибо. Мне все очень понравилось. Я впервые принимаю участие в фонбетке России именно в матче звезд. Я никогда не имела такого опыта, но здесь, когда собрались все звезды нашего футбола, лучшие игроки и ФНЛ, и медиафутбол, и РПЛ, это круто. Поэтому сегодня здесь максимально крутая атмосфера, максимально классная обстановка, поэтому я очень рада, что я сегодня здесь. Тем более, я здесь не одна, я сегодня с моим мужем. Вот, так что у меня есть не только сегодня хорошую стройную поддержку в его лице. Он сегодня жаловался, что его не кормят, ну, завтраки не дают. Ну, потому что надо пораньше вставать, а не спать до последнего. Когда Райан встаешь, значит, ты и завтракаешь, когда до последнего ешь в провальцию и говоришь, все, я никуда не хочу. Ну, тогда без сосисек утренних. Скажите, пожалуйста, вот вы первый раз на мероприятии, на матче звезд сегодняшнем. А люди все те же. Да. Еще устал от вас, уйдите. Шучу. Как вам? Понравилось? Что не понравилось? Не понравилось, как я сегодня выглядел. Это было реально ужасно. Я не завидую зрителям сегодня, которые наблюдали за моей игрой. Полу какой-то пьяный, наверное, да. Но, тем не менее, надеюсь, люди остались довольны. И мне очень понравилось это мероприятие. Я был счастлив сегодня являться его участником. Яна очень бодро вас поддерживала. Даже когда вы не попадали, говорила, что хорошо, молодец. Вы чувствовали эту поддержку? Да, конечно. Я всегда чувствую от своей жены поддержку. За это ей спасибо огромное. Ян, спасибо. Ей не до меня сейчас. Не, ничего, все в порядке. Скажите, какие у вас планы на отпуск? Планы посетить страну с морем. С морем. Да, и начать уже подготовку в зале. А у вас какие планы вообще у моих коллег? Работать. Вы когда уже от меня отставитесь с камерой? Дайте мне с народом пообщаться, пожалуйста. Там, во-первых, не могут мяч найти, который ты запулил. Там компенсировать придется. Смотри, я говорю фразу, ты продолжаешь. Одиннадцать раз. Я проведу Новый год. С семьей. Я соскучился по... Жене. Я никогда не снимусь. В фильме. В каком? В плохом. Меня бесит. Пеняев. Последний раз я смеялся над... Шутка Пеняева. Не надо мне говорить... Что я плохой. Больше всего я люблю... Жену. Молодец. Хочу отдохнуть от... От Пеняя. Яна Ромашкина. Яна Тихнизян. Локомотив. Москва. Самый лучший из армян. Мехитарян. Ты нас спасает. Давай, удачи, Петров. Удачи. Да, да. Здорово, здорово, здорово. Чего я хочу? Наши паровозы. Наше молодое поколение. Можно ждать... Сереж, ты участвуешь второй раз уже в матче звезд. Скажи, сложнее стало? Челленджи стали сложнее или... Или что? Или нет? Ты готовился заранее дома? Я не готовился дома. Челленджи стали легче, потому что ближе к воротам стали ставить мячи и бить. Но мы все равно по ней не попадаем, но ничего страшного. Какие варианты были пробивать, кроме Робона? Пятка вот я еще пробил. Других не было. Потому что если бил бы щекой, мог бы не попасть, тогда было бы стыдно. А так не стыдно. Мы спросили Наира, кто его бесит. И он сказал, что это ты прокомментируешь. Ну, мы слишком часто в отпуске видимся. Нам реже стоит встречаться. Чтобы соскучиться успел? Да. А он тебя бесит? Нет, я не такой плохой человек, как Наира. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю.